Законопроект о регулировании правового статуса апартамента это очередная попытка открыть крылья для иностранных граждан и ничего общего с нашей национальной повесткой этот закон не имеет. Власти на первых порах в случае с этим законопроектом попытались учесть негативный опыт куларного соглашения по лицу и создать видимость общественной дискуссии, но она свелась к тому, что там несколько встреч подули и то на этих встречах в Галлиго не все были согласны с принятием такого закона были мнения о том, что неправильная методика подсчета экономического эффекта по этому закону ну и власти все-таки попытались преподнести, что этот законопроект подтвердится. Ну вообще, по моему мнению, необходимо было бы, чтобы общественная дискуссия прошла надо предоставить возможность пообщаться на фасском телевидении по этому вопросу выступить со своими мнениями я думаю, что только при таком раскладе у нас получится обменяться мнением и с властью и у налога тоже будет возможность оценить, нужно ли принимать такой закон на нас. А теперь я хочу перейти к аргументам, которые власть говорит, для чего мы принимаем этот законопроект ну, один из аргументов это то, что Абхазия станет местом, где круглый год будет отдыхать турист если мы вот этот законопроект принимаем хотя для того, чтобы это произошло, на меньшем мире, наверное, стоит коронавирусные курорты развивать, да, или строить, для кого коронавирусные курорты либо необходимо лечебно-оздоровительные направления развивать а по мнению власти, только строительство одних апартаментов будет достаточно для того, чтобы круглогодичный курорты здесь развивать также есть аргумент о том, что большое количество доверенностей вы, наверное, слышали об этом, что иностранных граждан на руках, на правах распоряжения и так далее ну, то этот аргумент вообще несостоятельен, по моему мнению потому что, если под этими доверенностями какие-то сделки домашние, да, купли-продажи присутствуют, да, с расписками, как это зачастую бывает то эти сделки ничтожными являются, ну, мошенническими, на все схемы и речь Республика Абхазия на себя обязательства по их правовой защите не берет вот также теперь мне хотелось бы сказать еще о поправках, которые предложил президент сам этот законопроект если вы там увидите текст, там они чебучерным, жирным выделены, курсивом присутствуют первая поправка это о том, что наличие права собственности на апартамент не влечет за собой предоставление права на гражданство или на жительство я вообще считаю, что такие поправки являются вообще простой формальностью ну, и если серьезно говорить о том, что ограничения такие будут это надо в закон о гражданстве и о статусе граждан иностранных граждан на директорию Республики Абхазия вносить еще более усугубляет, да, этот вопрос, то что у нас отсутствует сплошной учет миграционный, то есть людей, пересекающих границу и в этой связи вообще невозможно определить, сколько иностранных гражданин находится на территории Абхазии сколько бы законов не написали где-то 10 дней, 20 дней, 2 года и не существует также есть поправка о том, что сборы за владения с собственником апартамента будут направляться на какую-то жилищную программу я вообще считаю, что это открытый популизм с учетом того, что проблема была как раз таки в это время с людьми, которые в другой площади пытались обзавестись у нас наше бюджетное законодательство вообще не позволяет какие-то конкретные доходы направлять на какие-то программы конкретные, то есть это недопустимо вообще в принципе также у президента было поручение ну, оно привязано было к этому закону проект соглашения в осуществлении юридическими лицами инвестиционных проектов в соответствии с которым крупным инвесторам свыше 1 миллиарда рублей предоставлялись налоговые преференции преференции по таможенным платежам и сборам и так далее мне интересно зачем вообще зачем вообще давать льготы застройщикам да если это один из самых прибыльных видов бизнес это строительство да при принятии такого соглашения я считаю что неминуемо произойдет замена наших оттазских бизнесменов которые наше государство развивали это я имею ввиду не только строители а еще сопутствующие весь бизнес произойдет замена нашего бизнеса который ответственный который мы знаем всегда когда проблемы возникают нашему государству помогает на крупный российский бизнес у которого есть доступ к ресурсам кредитным и так далее теперь я еще хочу сказать о том что почему закон не ориентирован на наших граждан и на наш народ ну во первых мы уже наблюдаем да что большой рост стоимости жилья происходит и при принятии такого закона еще больше стоимость жилья а у нас как как вам известно отсутствует ипотечное кредитование то есть нашему народу еще тяжелее станет от этого также вот из проекта этого закона мы видим что застройщики вообще полностью освобождены от какой-либо социальной нагрузки полностью абсолютно какая-то вот эта нагрузка о которой говорится что в фонд перечислятся деньги она будет только на собственников апартаментов распространяться ну то есть я вижу что пытаются сэкономить деньги застройщикам также еще никто не посчитал и судя по всему вообще не собирается считать то какой урон курортной сферы нашей абхазской национальной мини-отель и гостиницы будет нанесен не интересно каким образом будут искать собственников апартаментов которые условно в москве будет сидеть и сдавать свою партнеру налоговым органам в итоге я в завершении своего ступенья хочу сказать что с учетом изложенного и опыта предыдущего по легализации майнинга по борьбе с майнингом потом по ремонту очагвары по соглашению по пицунге очень тяжело доверять принятие таких решений действующему правительству а с учетом того что вообще отсутствуют какие-либо кадровые решения я думаю что и президент очень тяжело в реализации это все что хотел показать это все что хотелось бы в этом месте